Показатели здоровья населения улучшились. Об этом на еженедельном совещании при главе Чувашии сообщила министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова. Основной результат, которого удалось добиться в прошлом году, снижение смертности, повышение рождаемости и рост ожидаемой продолжительности жизни. Смертность людей трудоспособного возраста снизилась, но по-прежнему высоки потери в дорожно-транспортных происшествиях, много самоубийств. Среди причин смертности более старшего поколения болезни системы кровообращения. При этом, отметила Алла Самойлова, меньше стало отравление алкоголем. Программа модернизации лечебных учреждений подходит к завершению. Освоены средства на ремонт и оснащение больниц современным оборудованием. Но остаются и проблемы. К сожалению, в 2012 году мы наблюдаем снижение количества врачей в Абсолюте. И среднего медицинского персонала также уменьшается. В основном при анализе идет миграция врачей в другие регионы, в Москву, в Санкт-Петербург. Один из способов привлечения специалистов в больницы – повышение заработной платы. Она уже выросла на 40%. Еще одну проблему озвучила министр, неудовлетворенность с медпомощью. Специалисты выясняют, чем конкретно недовольны жители республики. И пытаются оптимизировать качество оказания медуслуг. По факту самоубийства, суициды – 18,7%. Можно округляя сказать, что каждый пятый. В основном по оценке, уже по факту самоубийства. Какие причины у самоубийства? Конечно, в самоубийствах есть и неудовлетворенность бытовыми условиями. То есть это не всегда наличие работы, не всегда удовлетворенность, наверное, с жизнью. Еще один важный вопрос еженедельного совещания о реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов. В Чувашии шесть таких муниципальных образований. Два Новочебоксарской «АллатРа» вошли в список 35 и получили поддержку из федерального бюджета. Общая сумма вложений в Новочебоксарск – 87 миллионов рублей. Среди основных мероприятий развития – содействие заинтости, поддержка малого предпринимательства, реконструкция биологических и частных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры территории опережающего развития Солнечной долины. Именно этот проект уже давно вызывает сомнения. Парна за пять звучит неоднократно. Везде, значит, а что ждали? Предпринимались все попытки, в том числе и для того, чтобы работы выполнялись со стороны муниципалитета. Принимались только те работы, которые были предусмотрены проектно-сметной документацией. Проектно-сметной для принятия остальных работ необходимо было внести изменения в проектно-сметную документацию. По данному объекту, к сожалению, этот процесс затягивается. Глава Чуваши распорядился провести служебную проверку. Реализация комплексных инвестиционных планов «АллатРа», в отличие от Новочебоксарска, не вызывала сомнений. Многие из проектов уже завершены или будут готовы к сдаче уже в мае 2013 года. В 2004 году на проектную мощность должен выйти «АллатРский горно-обогатительный комбинат», который будет поставлять кварцевый песок на стекольные заводы. Возникли сложности со строительством объездной дороги, но с инвестором идут переговоры. Михаил Игнатьев призвал все органы госвластия работать в этом направлении, иначе придется возвращать средства. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.